неприятные запахи. Как бы хорошо вы не готовили, пара и дыма не избежать. К счастью, вентилятор вытяжки очищает воздух в считанные секунды. Производство начинается с компьютеризированного автомата. Он разрезает лист гальванизированной стали, изготавливая кожух вытяжки. 300-тонный пресс пробивает лист, вырезая до 50 отверстий для болтов, проводки и вентиляции. Еще один лист для кожуха закладывается в 25-тонный пресс. Механизм сгибает сталь в двух местах. Эту деталь используют для создания круглого канала, отводящего дым и пар, в которых часто содержится частицы жира. Еще один аппарат с тремя валиками формирует круглый канал, который встает вокруг вентилятора, направляя воздух в вытяжную трубу. Здесь аппарат точечной сварки соединяет два угла кожуха. Это делается главным образом для красоты. Сварка выглядит лучше, чем винт или болт. Этот 80-тонный пресс сгибает кожух, делая один из восьми сгибов, которые придадут этой части окончательную форму. Пластиковое покрытие, которое защищало сталь во время резки, снимают. Крепят наклейку с именованием продукта. Затем печатающее устройство наносит название марки, одной из двенадцати, которые выпускают здесь. Это первая из восьми остановок на линии сборки. Устанавливают трансформатор для питания двигателя вентилятора и двух галогенных ламп. Этот пульт управляет несколькими функциями, включая три режима освещения и четыре скорости вентилятора. Пульт крепится на кожухе тремя винтами. На этой панели есть индикаторы, которые показывают, какие функции задействованы. Теперь устанавливается электрический мотор вентилятора мощностью 165 Вт. Мотор крепится тремя винтами на резиновых втулках, которые снижают шум. Затем крепятся патроны для ламп из жаропрочной пластмассы. Корпус вентилятора крепится поверх мотора. Немного силикона на корпусе обеспечивает плотное соединение. Затем устанавливается колесо вентилятора. Проверяют лампы. Три нажатия этой кнопки увеличивают интенсивность света. Есть кнопка для каждой скорости мотора. После того, как на кожухе установлена панель, крепится пластмассовое кольцо, которое направляет воздух через вентилятор. Компьютерная система следит за сборкой каждой модели. Когда рабочие завершают какой-то этап, они вводят это в систему. Оптический сканер также отмечает, когда вынимают деталь из одной из 25 ячеек. Например, эти съемные воздушные фильтры из алюминиевой сетки. Такая система контроля называется ПОКО-ЙОК. Это японский метод, обеспечивающий тщательную сборку. Она отслеживает каждую модель до того момента, когда рабочие пакуют ее в коробку для отправки. Последняя задача системы проследить, чтобы были приложены гарантийный талон и инструкция по установке. Когда коробка закрыта скобами, машина с присосками берет ее и грузит на поддон. Столько трудов для того, чтобы вы могли оставаться на кухне, даже если вы не выносите жару. Субтитры создавал DimaTorzok